Он думал, что слон просто стоит неподвижно и смотрит в бинокль. Он был потрясён, как самое крупное из всех наземных млекопитающих. Африканские слоны играют важную роль в поддержании равновесия в природных экосистемах. Они вытаптывают леса и густые луга, освобождая место для сосуществования более мелких видов. Слоны также создают водоёмы, используемые другими дикими животными, поскольку они роют сухие русла рек, когда выпадает мало осадков. Слоны способны изменять и придавать форму структуре леса. От выщипывания пучка травы до ломки дерева. Их называют экологическими инженерами, потому что их деятельность влияет на жизнь других живых организмов. Поэтому стоит отметить, что отсутствие слонов может привести к слишком большим потерям для людей, и этого биоразнообразия и в конечном итоге приведёт к потере хорошего друга, которым они действительно являются, способствующего удобрению африканских равнин, и они распространяют семена деревьев повсюду, таким образом поддерживая жизнь и благополучие других видов. Это высокоинтеллектуальные и социальные животные, которые обладают сознанием и имеют семейные структуры, которые сейчас полезны эгоистичным людям, которые видят ценность в чём-то только в том случае, если это может быть им полезно, вероятно, нет. Но опять же, как эгоистичный человек. Здесь я нахожу, что большинство других людей бесполезны. Так что, по крайней мере, слоны интересны, потому что они большие и сильные. Слонов использовали в течение многих лет, если не столетий, для перетаскивания тяжёлых предметов, перелезания через деревья и всего того, что люди заставляли их делать или не есть, или их безжалостно избивали. Подозреваемые в браконьерстве застрелили слона в Зимбабве в голову, и считалось, что он разгуливает с этой раной. Между тремя и шестью неделями слону дали прозвище Красавчик и говорили, что ему около 25 лет. К счастью, ласковый гигант был обнаружен ветеринарами из фонда Aware Trust в Зимбабве в Национальном парке Монопул. Доктор Лиза Моробини сказала, что Красавчик обратился к ветеринарам и не проявлял никаких признаков агрессии, сообщает BBC. Похоже, он знал, что мы были там, чтобы помочь ему. Команда дала ему успокоительное, сделала рентген и промыла рану, но решила, что безопаснее оставить пулю позади. Национальные парки уже давно стали мишенями браконьеров, которые убивают величественных животных ради их слоновой кости. Рядом с парком существуют охотничьи угодья. Что душераздирающе, так это то, что у слона была не одна, а сразу несколько травм. Мы думаем, что в него стреляли за пределами парка, и он пришел в парк в поисках убежища. Сказала она, объясняя, что если бы пуля попала на несколько сантиметров ниже, то попала бы ему в мозг. У Красавчика также была травма плеча и старый шрам возле позвоночника. Также высказывалось предположение, что в него, возможно, стреляли и раньше. Мы подозреваем, что сначала ему выстрелили в голову, и он повернулся, чтобы убежать, а браконьер всадил ему пулю в бок. В посте на Facebook от 2016 года группа поделилась подробностями истории о нежном гиганте. Писать «Торопись и жди» — распространенная поговорка в кругах любителей дикой природы, поскольку обычно требуется больше времени, чтобы найти животных, чем на то, чтобы относиться к ним не так. 13 июня, когда Красавчик услышал, что они прибыли в Монопулс, он в течение получаса был доступен для осмотра, подойдя прямо к их машине, чрезвычайно нежной и расслабленной чаше. Ветеринарам удалось хорошенько разглядеть то, что сразу же стало очевидным. Во лбу у него была дыра, слону дали успокоительное, а затем отвезли на рентген, который показал наличие деформированной пули внутри его головы. Группа продолжила. Был сделан рентгеновский снимок черепа Красавчика, который, по мнению ветеринара, подтверждает наличие деформированной пули. Вероятно, в него стреляли на несколько сантиметров выше, чем требовалось для выстрела на поражение, и пуля отскочила от его черепа, вызвав вдавленный перелом костей в пазухах носа. Пуля застряла у него под кожей примерно в пяти сантиметрах от раны, но из-за сложности получения нескольких рентгеновских снимков под таким большим углом на черепе ее невозможно было достаточно точно определить. Пули обычно стерильные, когда они проникают в ткани по мере их образования. Так много тепла, что если они не попадают в жизненно важные структуры, их часто можно оставить. Доктор Мирабелис, директор Оваре, сказал дронту, что пуля отскочила от его черепа и вызвала перелом костей носовых пазух. Кроме того, его рана на голове была инфицирована. Было важно удалить отмершие кусочки кости, чтобы организм мог продолжать лечить инфекцию, и она не могла не заметить, каким нежным он был. Несмотря на то, сколько раз люди причиняли ему боль, обычно я никогда не чувствую себя комфортно, подходя слишком близко к дикому слону, сказала она, но он излучал безмятежность. От него вообще не исходило никаких агрессивных флюидов. Милый слоненок выздоравливал, и ему становилось намного лучше. На следующий день Оуэр поделилась фотографией слона и написала, что красавчик нас латуси сэн пасла лачанхэ вюклэхэт намсэ кассэслвэй кауэст, ктэссмюс облэкшэнэ обкаруслэй, ктээй тэкспыл, а кэнхраслэплэй рэкэссавэй энспрасвалы эка красавчэках паслаукалан, а фрагментов кости вокруг пулэй, застрявшей на 5 сантиметров ниже поверхности раны, он, вероятно, полностью поправится, сказал представитель Ауэр Траст. Красавчику дали антибиотики сверхдлительного действия и паразитициды. Ветеринары беспокоились о его слабой спине, которая могла помешать ему встать на ноги после переворачивания, но он выздоровел без происшествий, а затем прислонился головой к дереву и на следующий день в течение получаса принимал дозу. Он чувствовал себя намного счастливее, очень расслабился, и ему позволили размяться, ветеринары Кит и Лиза подошли к нему очень близко для окончательной оценки. Буквально на прошлой неделе мы сообщали, что беременная слониха в Индии умерла, стоя в реке и пытаясь залечить раны на своей пасте, вызванные едой, которую она набила крекерами. Хранение ананасов с крекерами — очень распространённая практика в этих частях страны. В качестве меры по отпугиванию диких кабанов, которые повреждают посевы, несмотря на ужасающую боль, которую она, должно быть, испытывала, она тоже не причинила никакого ущерба и не напала ни на кого из людей в отместку. Каждый год, начиная с 1000-100-го года, Зимбабве продаёт разрешение на охоту на 500 слонов с правом отстрела и умерщвления. Один слон — ваш за 10 000 долларов. Сезон охоты начинается в апреле и длится до наступления муссонов в Ноябрьском парке. Власти говорят, что это необходимо и в наилучших интересах животных, а желание местных жителей значительно снизило наш туризм. Мы должны платить нашим сотрудникам, нам нужны деньги на топливо, униформу и содержание наших национальных парков и животных. Наши парки находятся на самофинансировании, правительство нас не финансирует. Об этом в CNT по телефону сообщила Тинаша Фарава, пресс-секретарь управления парков и охраны дикой природы Зимбабве. ПУМА — правительственное учреждение, отвечающее за управление дикой природой в стране. На веб-сайте компании излагается её видение того, как стать мировым лидером в области устойчивого сохранения природы. Для этого ПУМе нужны средства. У нас бюджет в 25 миллионов долларов, и спортивная охота составляет небольшую, но важную часть средств. Популяция слонов в Зимбабве составляет почти 83 тысяч особей. Согласно последней переписи населения, проведённой в 2013 году, популяция ежегодно растёт примерно на 5%, так что у нас насчитывается более 100 тысяч слонов. Наша максимальная грузоподъемность составляет 40 тысяч человек. Перенаселение приводит к нескольким несчастным случаям, включая повреждения сельскохозяйственных культур и гибель людей. Он предположил, что необходимо позаботиться о том, чтобы свести к минимуму воздействия на вид. Слоны, которых добывают, обычно старые и, скорее всего, умрут естественной смертью России, Европы и Мексики. В дополнение к оплате лицензии на отстрел слонов, туристы платят профессиональным охотникам за то, чтобы они сопровождали их, а также за то, чтобы их трофеи были обработаны таксидермистами и вывезены обратно в их родные страны. Согласно отчёту Блумберг, кожа слона используется для изготовления сумок и ремней, в то время как бивни, самая желанная часть, используются для изготовления артефактов, ювелирных изделий и других подарочных изделий. «Внутренняя торговля разрешена, но не международная», — говорит Ферраро Сент. Но это не та игра, за которой всё гоняются. Он говорит больше, чем о приручении животных. Что привлекает людей, так это острые ощущения от пребывания в дикой природе. Люди любят проводить время в кустах и наблюдать за восходом, закатом и звездами. Некоторые из них проводят там 18 дней, но не добились успеха ни с одной съёмкой, и это, похоже, их не беспокоит. Несмотря на то, что квота составляет 500, мы не собираем более 2 150 урожаев за сезон. Хорошо известно, что слоны умны и общительны, поэтому имеет смысл, чтобы друзья и семья делились полезной информацией. Как показало исследование, проведенное в 2015 году, в старом клише о слонах есть доля правды. Никогда не забывайте, что у них отличная пространственная память. Они постоянно выбирают кратчайшие маршруты к водопоям на расстояние до 30 миль прочь. Так что, если Малико и Яда действительно рассказали этому мужчине о хороших людях в Атумбе, возможно, он мысленно убрался из этого места на случай чрезвычайных ситуаций. Браконьеры убивают около 20 тысяч слонов каждый год ради их бивней, которыми затем незаконно торгуют. На международном рынке, который в конечном итоге превращается в безделушки из слоновой кости, эта торговля в основном обусловлена спросом на слоновую кость и в некоторых частях Азии. Покупатели ждут возможности купить слоновую кость по очень высокой цене. В некоторых местах браконьер может заработать в два раза больше средней годовой зарплаты местного жителя за один бивень для бедных людей. Это может показаться очень привлекательным. Однако бедность не оправдывает забоя разумного животного, находящегося под угрозой исчезновения. Всегда есть альтернативы. Несмотря на просвещение людей об интеллекте и великолепии слонов и вполне реальной угрозе их вымирания, деньги могут быть опьяняющими и непреодолимыми, поэтому самый эффективный способ искоренить браконьерство — это ликвидировать рынок. Настоящая ирония здесь в том, что мы получили бы больше слоновой кости, если бы собирали её у слонов, которые уже были мертвы. Клыки растут на протяжении всей жизни животного. Ни одного слона не нужно убивать из-за его бивней, но из-за нашей жадности и отсутствия терпения позволить животным спокойно доживать свой век, браконьеры вместо этого жестоко убивают их. Бивни также часто пригодятся, когда не хватает пищи или воды, и слонам приходится копать или скрести, чтобы добраться до жизненно важных ресурсов для выживания. Известно, что они выкапывают высохшие ёмкости для воды, чтобы создать колодец, в котором вода поднимается и заполняет яму, создавая источник питьевой воды, который в противном случае был бы недоступен. Часто было замечено, что другие животные извлекают выгоду из этого процесса создания ландшафта для слонов, используя затем новый источник воды и условия засухи. Если бы ни один из слонов не обладал такой способностью из-за удалённых бивней, в сложных условиях было бы гораздо больше страданий, если бы слоновьи бивни не обладали способностью изменять ландшафт. Только в Кении насчитывается около 37 тысяч слонов. Большинству самцов и самок африканских слонов больше двух с половиной лет, и у них есть бивни, так что около 30 тысяч особей имеют немного слоновой кости. Даже если бы вам удалось обездвижить пятерых слонов со скоростью мирового рекорда в день, операция заняла бы 15 лет работы, полный рабочий день, и к тому времени у первого слона снова выросли бы метровые бивни. Я всегда знал, что слоны очень умны и, конечно же, предположительно запоминают вещи на длительный период. Я всегда с уважением относился к тому, как они защищают своих маленьких и уязвимых, но это подняло моё уважение на удивительный уровень. Однако, к сожалению, в отличие от красавчика, её не удалось спасти. Иногда, или в большинстве случаев, животные кажутся гораздо более человечными, чем мы. Спасибо за чтение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!